Коми в числе 17 регионов, близких к так называемому коллективному иммунитету. Об этом доложила Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. Новая задача – наращивать темпы вакцинации, достигнув 80% привитых хотя бы одним компонентом уже к 1 ноября этого года. Тем временем количество инфицированных в республике вновь растет. В 281 случаи за сутки 6 человек умерло. Подробности у Елены Кононовой. Темпы вакцинации в стране за последнее время увеличились в два раза. И наиболее близки к достижению коллективного иммунитета 17 регионов и Коми в их числе. Доложила Владимиру Путину вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании правительства России. Это с учетом вакцинированных, переболевших и перенесших заболевания в бессимптомной форме. При этом я хочу сказать, Владимир Владимирович, мы вам докладывали об этом на прошлом совещании. Перед всеми регионами в соответствии с поручением данным председателем правительства стоит задача наращивать темп вакцинации. Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года. Имея в виду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло 6 месяцев. Жители Коми действительно стали активнее прививаться от ковида. Так, на сегодня первый компонент вакцины сделали более 179 тысяч человек. Полностью привились от ковида почти 129 тысяч. Пункты вакцинации развернуты в 23 медучреждениях. Организовано 175 прививочных бригад и 30 мобильных пунктов. В республиканском врачебно-физкультурном диспансере прививать население начали буквально две недели назад. Ежедневно сюда приходят 120-130 человек. Вакцинируются целыми коллективами. Наш пункт, он работает без записи, то есть по свободному посещению. Мы примерно уже знаем, когда более свободно. В этот момент как раз ориентируем работодателей. Подходит, определяем по какому, если это большое предприятие. То есть у нас были по 100 человек, чтобы они распределились по часам. И соответственно таким образом вакцинируем. Некоторые жители в социальных сетях жалуются на очереди поликлиниках и долгое ожидание скорой помощи. По словам главы КОМИ Владимира Уйба, такая ситуация вполне ожидаема с учетом роста заболевших. А зачастую виноваты мы сами. Не защищаемся, не носим маски. В то время как в поликлиниках острая нехватка сотрудников. При этом власти республики проблему пытаются решать. Привлекают выпускников медицинского института, врачей и медсестер, пенсионеров, а также специалистов Минобороны. У нас сегодня на амбулаторном лечении более 16 тысяч человек. И понятно, что это эти люди, которые ежедневно обращаются в амбулаторию за либо первичной помощью, либо уже повторно. И, конечно, этот вал сегодня, просто то количество врачей, которое не может увеличиваться, да, я уже повторяю, конечно, они не справляются просто с текущими вызовами. То есть стараются обслуживать острые вызова, повторно, естественно, отодвигают. И то же самое на скорой помощи, потому что идет вал вызовов, и этот вал сегодня перекрывает возможности бригад скорой помощи. Сегодня медики в первую очередь обслуживают так называемые острые случаи, когда речь идет об угрозе жизни человека. Это коронарная недостаточность, инсульты, тяжелые травмы. А повторные обращения при этом отодвигают. Также и в случае с ковидным вызовом. Если человек в тяжелом состоянии, то в первую очередь едут к нему. И ни один такой вызов не был отложен, отметил Владимир Уйба. Елена Кононова, телеканал Юрган.